третий принцип успешной практики это ваш ум должен быть вашим союзником сделайте так что ум вам способствовал в практике это достаточно сложно потому что вы сейчас говорите у меня будет личная практика умает конечно конечно ну давай недельку мы личной практикой зависит ну ладно скидку сделать и давай две недельки позанимаешься чтобы право пробовал понимаете чем я говорю начинается сразу уводы вправо влево куча более значимых вещей чем то что вы на данный момент себе обозначили надо уметь не договорятся поделюсь тем что работает у меня возможно это будет актуально для вас вас во первых тише едете дальше будет если вы себе запланировали два часа практики в день и так до конца года друзья ну ваш ум похихикает но я думаю через два дня это вас до 15 минут сократится потом до минуты а потом и вообще куда-то уйдет дальше если вы только-только входите личную практику выбирайте такой интервал времени и такие методики которые не возбуждают ваш ум это возможно покажется смешно для людей которые давно занимаются йогой но выберите допустим минуту скажите дорогой мой мы с тобой минуту в день занимаемся йогой хорошо вероятнее всего ум ум это не напряжет он скажет ну ладно день минута так минута берете горит я бы для честности таймер поставлю что в ровно через минуты мы мы уйдем с этого коврика и вы так вот начинаете очень постепенно и плавно чувствуете минут его мало ну ладно минуты я думаю для вас не очень актуально 15 минут в день начните с этого чтобы было постоянно вот каждый день 15 минут есть такая притча один царь ленил другого своего соседа заточил его в башню такая вот большая знаете круглая башня с винтовой лестницей и вот вход с одной стороны окно выходит другую сторону и вот там где вход там стражники охраняют чтоб же не убежал не убежал узник и он убежал все равно смог убежать его союзники пустили жука по стене вверх вертикальная стена и не пустили в этого жука вверх а к жуку перевязали тоненькую тоненькую ниточку и вот жук заполз наверх и соответственно принес эту ниточку узнику узник взял эту ниточку и начинает потихонечку постепенно поднимать вверх а внизу к этой ниточки привязали вторую но чуть-чуть толще чем предыдущие опа вытянул это чуть чуть толще и там снова привязали еще более толстый вот так вот постепенно постепенно толще 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 пока канат уже не залез и тут по канату слез соответственно если у вас будет терпение если вы будете постепенно наращивать свои темпы ваш ум будет спокоен мне еще нравится есть такая техника как какое-то ограничение по времени по вашим обедом вы даете себе обед скажите ум я же себе не враг чего я буду себя напрягать лишний раз давай мы с тобой 30 дней там по часу в день будем практиковать все 30 дней пройдем не будем чего практиковать вот точно тебе говорю и например берете себе там полчаса мантру полчаса перевернутых осы все больше ничего не делаете но эти 30 дней через 30 дней четко выполняйте слово условия договора ничего можно не делать но как правило за 30 дней 30 дней на самом деле это не очень много можно взять и 100 дней 100 дневку и очень не 100 дней выполняете определенный свой ритуал в конце как правило у вас вырабатывать привычка и изменить привычку будет сложнее и ваш ум успокоился и у вас личная практика в течение 100 дней уже было потихоньку понемножку в течение ограниченного количества времени это то на что ум купится возможно есть какие-то дополнения у вас сюда как вы со своим умом договаривайтесь ну 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 я просто раз в час делала, например, 10 простираний. То есть я просто целый день дома, например, да, я считала, что что бы делать, то больше не простирали, мне нужно там в течение 10 часов 10 простираний делать. И всё. И на самом деле, ты тоже 10 сделала, и думаешь, что я вам буду больше, там и 15 делать. И как бы оно как одно запустит. Благодарю, очень важная какая-то вещь. Смотрите. В йоге иногда используют такой подход, который называется сетовый тренинг. Никто не слышал? Суть его в чём? Вы разбиваете вашу практику в течение дня на несколько кусков. Смысл в том, что когда вы, например, позанимались утром, вы энергию приподняли себе. И пока, если вы, допустим, занимаетесь только по утрам, на следующее утро вас уже энергия вниз пошла. То есть вы насобирали вашей личной практикой энергию, потом социум, семья, работа, общественный транспорт, и вся энергия ниже, ниже и ниже. Потом вы опять практикуете, опа, опять. И потом опять она градуирована, сходит на нет. Принцип с этого тренинга в том, что вы подняли энергию вверх и не ждёте, пока она упадёт. А опять занимаетесь. Какое-то плата, и опять вверх. Плата, опять вверх. Вот то, что сказала Катя. Вы прокатикуете, допустим, утром полчаса, потом идёте на работу. В течение работы какой-то у вас перерыв, опа, вы встали где-то ещё, или там сели, мантру попели, или там что-то почитали. Опять плата. Опять что-нибудь поделали, подняли энергию. Таким образом, вам будет легче. И уму легче. Для того, чтобы восстановить предыдущий уровень энергии, вам будет достаточно 10-15 минут. Ну, полчаса максимум. Вам не надо будет опять 2 часа на коврике пахать, чтобы достигнуть этого состояния возвышенного. Потом действительно разбивайте вашу практику в течение дня. 10 утра, весит там каждый час, 10 минут, каждый час, я думаю, ум с этим точно согласится и против не будет.